Маслята, подберезовики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята, лисички и царский белый гриб. После обельных дождей в лесу всё чаще можно встретить грибные полянки. На территории России растёт около трёх тысяч видов грибов, которые появляются в разное время года. Из них в пищу употребляют около трёхсот. Есть такие, которые можно собирать уже зимой или весной. Но наиболее богаты грибами конец лета и осень. Чтобы собрать грибы? Ну, надо знать, какие вы хотите, в первую очередь. Желательно, конечно, ну так как местность у нас вся известная, вокруг нашего города мы знаем там сторону Жигалова, Павловки, великолепные места у нас там есть, в сторону Мордовии. Здесь у нас в сторону Вознесенска, прямо там, где у нас залежи белых, собственно говоря, грибов и маленьких таких рыжиков, рыжиков и лисичек. Ну, вот вчерашний день показалось, что 40 минут в лесу два ведра. По грибы Вячеслав Викторович ходит с детства. Обязательный атрибут любого грибника – деревянная палка. Делится он секретами тихой охоты. С её помощью легко заглянуть под низкие кусты, а также стряхивать с травы клещей насекомых, чтобы расчистить себе тропинку. Искать грибы лучше в тенистых местах. Они очень любят влагу и тяжело переносят засуху. Между лесными грибами и магазинным аналогом Вячеслав Лопашов, не задумываясь, выбирает первый вариант. Я предпочитаю просто натуральный наш лес. Тем более в наших лесах, вот у нас, да, средней полосы, грибов огромное количество по разнообразию. То есть вы можете выбрать по вкусу, естественно, да, помимо шампионов. Вы можете выбрать себе по виду, да, уж ничто не заменит. Вот под осиновик с красной головкой, торчащей где-то там под листочками, да. И, например, со сморчком, который только весной бывает. Они страшненькие такие. Грибы – источник белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение. Однако при сборе грибов нужно быть крайне внимательными и ни в коем случае не брать незнакомые виды. Вполне возможно, они могут быть ядовитыми. Ну вот, например, когда моему маленькому было три годика, мы уже пошли с ним в лес. Ну, внученочку. Все, я ему тоже дал палочку, он шел вот так, собирал. Правда, когда он увидел первый раз этот красивейший подосильник, он его схватил и так же и в рот потянул. Ну и говорил, эти грибки пока уж не надо, их надо варить. А поганки, то есть я ему показываю, вот эти грибки плохие, их не берем. Если вы все же не уверены в том, чем съедобный гриб отличается от поганок, лучше взять с собой опытного сопровождающего. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.